человек короче прошло мне уже было где-то беременно было 4 месяца никого не было он-то учился в нашем селе откуда я оттуда в техникуме а я у ней у нее жила в мать значит хоп дверь открывается значит не замыкались заходит цыганка значит мешок руках ну и это я такая пешила она год я и дальний стакан воды я сильно пить хочу взяла она попила немножко потом берет этот стакан переворачивает и горпишь вода не выливается но я видела вода не выливалась и это она мне говорит знаешь вот ты говорит ослепнешь от слез она мне сказала просто вот так напротив стояла на ты ослепнешь от слез и у тебя будут проблемы сильно с ногами и твой муж будет тебя до конца за тобой ухаживать вот это я вспомнила неля и я как-то и как очень редко очень редко когда вот за цыган начинает вот так я припоминала это колдовство потом начать а она мне видно сказала ну ты мне это вещичков дай наверное если вещи да я пошла шифонеру своему что родители подарили шифонер полу ну знаешь как нас отдавали а все все у нас было постельного и нижнее белье новенькое все красивое и открыла и две полки освободила ее мешок просто запросто ты свою энергетику ездила короче потом я она ушла я видел как она уходит я так спокойно и да а потом что-то мне об я дверь открыла помчалась бегом прям помчалась на улице там не забора не было балки просто одна балка и все а у казахский а напротив вот так немножко наискосок автобусная остановка я посмотрела как след ее простым куда она делась я тут же выскочила же да не людей и они не а куда я побегу на милиции полиция куда я побегу и все и конец короче мне было 18 это колдовство 18 половина лет мне было тогда да это натуральное колдовство все то что она тебе сказала это тем чем отличается божий пророк от дьявольского пророка когда дьявол посылает своих людей вот колдунов он говорит через них то что с тобой будет происходить плохое и эти люди они настолько духовно развиты что все что они говорят в духовный мир это происходит это начинает происходить допустим это очень важно это мы вырежем даже пусть люди это знают допустим они скажут казенный дом тебя ожидает депрессия тебя ожидает или тебе будет плохо какое-то время или как тебе сказали будешь слезами умываться до конца своей жизни все что высвобождает такой духовный человек дьявол берет и начинает строить то что она сказала потому что в духовном мире все делается мыслью и словом ну вот я думаю что меня же свекров ненавидела может быть откуда она взялась эта цыганка и я же ее не просила гадать ничего прямо так зашла здрасте водички можно попить сказала видишь откуда я чё знал то да и вот это важно вот это важно да если ты позволишь я вырежу это потому что очень многие ходят гадалка бабка и это очень страшные вещи если господь там не участвует вот как понять ты к гадалке пришел или ты пришел к бабке или ты пришел к богу или как вот это понять колдун колдуну как это понять это понять очень просто если тебя вдохновляют исцеляют обогащают дают тебе направление как стать лучше подняться выше просят тебя по молиться с иисусом христом чтобы ты приняла христа это говорится о том что или допустим водное крещение это говорится о том что идет небесная чистка но если пришла колдунья цыганка или еще что-нибудь или ты пошел туда то будут говорить тебя ожидает депрессия тебя ожидает казенный дом вот у меня была одна студентка которую меня училась не она вот буквально до того как прийти в мою школу она собиралась идти какой-то бабки за ее дочь чтобы она там просила вот и она горит ты пока не приходи мы сейчас сделаем с тобой встречу назначим но ты пока не приходи ты просто фотографию покажи мне и она и по телефону выслала фотографию это посмотрела на него да у дочери депрессия это то что иисус никогда не скажет потому что иисус скажет она исцелена ранами моими она исцелена и он никогда не будет вот этот человек пророк допустим вот как я никогда не будут высвобождать слова тьмы слова болезни слова проклятие потому что я знаю насколько важно слова сам господь сказал нейли ты мой микрофон ты мой голос ты будешь говорить а я буду по твоему голосу делать поэтому хватает того что я говорю а бог совершает но то же самое происходит у дьявола он просто берет человека который ну именно тьме служит и начинает через него говорить какие-то вещи что человека ждет то-то то-то болезни умываться в слезах муж будет всю жизнь за тобой ухаживать до конца своей жизни у тебя будут колени боли ты понимаешь что тебе наговорили доказать объясню подожди-ка не перебивать теперь я объясню агаты что происходит когда духовный человек говорит это как высвобожденное семя это семя попадает тебе в дух через уши допустим ты услышала да я буду всю жизнь плакать допустим до до конца своей жизни я буду плакать вот это услышала в этот момент ты ушами приняла это ты ты поверила в это потому что она очень уверенно тебе это говорит она знает как говорить она увидела картинку что ты будешь всю жизнь плакать потому что духовный мир он создан ну как он коммуницирует нас через картинки вот она увидела тебя уже такую плачущую она передала это в духовный мир я сейчас объясняю не только тебе я объясняю щас всем кто будет это слушать да смотри чтобы люди не ходили по этим бабкам а вот и что получается 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 так что это семя попадает в дух и начинает разрастаться и получается что в духовном мире она задала уже программу и ты это получишь то что она сказала ты это получишь но дьявол подражает богу он был правой рукой бога понимаешь бог его скинулся небо это был ангел который его воспевал и когда он возгордился и сказал да я такой же как бог господь за его гордость скинул его на землю поэтому землей праве дьявол не бог и поэтому если мы к богу не придем будет дьявол править нашей жизнью понимаешь ты поэтому очень важно прийти к богу лучше для каждого человека каждого из нас прийти к богу потому что иначе править нашей жизнью дьявол и и вот я хочу тебе объяснить что происходит бог поднимает людей которые говорят божьи слова ранами иисуса ты исцелена обогащена господь исцелил тебя у тебя уже все в порядке ты здоровый человек ты целостный человек это говорит дух божий через человека пророка вот он поставил меня как пророка я говорю а бог совершает вот это же самое делает дьявол это то что сделала вот эта цыганка поэтому ты умываешься в слезах ходишь колени больные и что получилось что за тобой ухаживает муж ну еще не до конца жизни но ухаживает все что она сказала но сбылось ну и получается вот робита рината было ну еще я думаю этот стакан этот стакан с водой кто ее просил она мне не гадала она мне вот так сказала и вида загимпатизировал или чё почему я пошла к шканеру я потом я думаю ну как так и вода не вылилась нет она висела на стакан переверну прям висела ты видишь но это духовные вещи да я-то их понимаю люди не понимают но это духовные вещи это реально духовные вещи я говорю есть две стороны если человек хочет святость и чистоту то он должен к иисусу бежать и к пророку от иисуса если он хочет грязь еще побольше в свою жизнь то он должен бежать гадалкам и к этим колдуньям это их не решение идея должна была вырваться и удрать да пойди если но моменты как загипнотизирована ты можешь уйти оттуда он тебя схватил в этот момент я говорю господи и слава богу через нее да 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 и сказал господи слава иисусу слава иисусу вот и когда ты пришла моя хорошая сюда когда ты сюда пришла мы начали разрушать то что в тебя было посеяно в дух если это семя с корнем вырвано разрушена то начинается новая жизнь особенно когда человек осознанно проходит еще водное крещение все начинается новая жизнь с этого момента все проклятие которые были сказаны до этого любыми людьми колдуньями или просто людьми или какими-то там шефами или еще что то это все разрушается в тот момент когда ты приходишь и говоришь иисус ты мой господь я отказываюсь от дьявола я его больше не хочу в своей жизни и тогда все небеса все 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 творение она стенает она стенает она ждет нас когда мы придем и покаемся наконец-то за все наши грехи вот и поэтому в этот момент иисус говорит пройди это все чтобы очиститься от вот этих вот вещей и посмотри мы только приняли христа мы помолились мы поработали с тобой на этой консультации и что произошло исцеление посмотри что творится он исцелять за пять секунд тебя и пятки исцелились и пальчики ну-ка покажи мне свои пальчики классно и пальчики исцелились и сейчас ты сказала ты еще от массажей откажется я я все отказалась я отказалась это за массажей были скажи мне пожалуйста значит на коленах когда вот сильно колени начинают колени потом мы начать когда бедра на бедрах делает вот эти вот части но я отказалась и сказала пускай я еще не не успел ничего заплатить за последний рецепт положила там а сколько мы туда инвестируем я сколько лет тоже скажу ты туда инвестируем я уж сколько лет лучше в духовное инвестировать и возрастать и быть счастливым и здоровым человеком чем вот инвестировать во всякие эти коляски во всяких врачей медикаменты которые тебя все равно сгубят а я сегодня да я не отказался сказала это самое что шесть кирпинов скажу она убрала их вот пока все и и сегодня ничего из таблеток не приняла асидно спасибо спасибо папочка спасибо папочка спасибо папочка смотри здесь одно место писания и господь его сейчас открыл и я тебе прочитаю был один такой сотник ну солдат и у него его слуга заболел и он пришел к нему к иисусу и говорит исцели пожалуйста но тебе даже хоть никуда не надо иисус просто скажи слово он говорит скажи слово и слиться мой мой слуга у него была такая вера что если иисус сейчас скажет слово то все исцеление произойдет и господь иисус сказал сотнику иди и как ты веровал да будет тебе и вот сейчас я как божий пророк говорю словом и ты просто как этот сотник говоришь да господь именно этому слову я верю я верю посланному человеку от тебя я верю большему человеку который говорит сейчас словом мою жизнь и я говорю ранами иисуса ты исцелилась у тебя нет ни одной болезни больше ты божий ребенок ты в чистоте и святости ты сейчас находишься в божьих руках и бог иисус берет тебя сейчас и исцеляет полностью во имя иисуса христа да каждый перестала пяточка истелилась и ручки истелились а бедра истелились а колени истелились а щитовидка истелилась или или это пищевод истелился все понимаешь он показывает не водное крещение что происходит водном крещении я тебе объясню почему мне это все время показывает ты умираешь для старой жизни и возрождаешься для новой жизни ты уходишь под воду старым творением и выходишь из воды новым творением я молюсь за оливковое масло оливковое масло превращается в елей елей мы делаем водичку и когда мы в водичку делаем этот елей это получается святая вода это святая вода производит полную очистку твоего тела твоей души твоего разума всего всего буквально и ты на этом уровне нового творения ты выходишь из воды просто как новая жизнь начинается так крестили иисуса христа помнишь он же был нормальным человеком когда он сюда пришел и когда ему исполнилось 33 года господь или 30 лет 30 лет ему было господь повел его к одному пророку чтобы он его один раз ну как утопил да вот воду чтобы он один раз его положил под воду вот этот просто-напросто его крестил водой сегодня мы крестимся водой и духом святым потому что иисус уже ушел на крест и пришел к нам дух святой понимаешь и когда иисус вышел из воды разошлось небо и сел на него голубь такой белый красивый и это был дух святой который сел на его плечом и бог сказал в тот момент что это мой сын возлюбленный в котором мое благоволение что это значит что когда мы уходим под воду мы становимся и сыновьями бога понимаешь как чистое творение как творение который начинает новую жизнь вот для чего нужно водное крещение не тогда когда мы маленькие ничего не понимаем нас крестят это одно а другое дело когда ты уже осознанно подходишь к этому вопросу и говоришь мне нужно обязательно стать новым творением я не хочу больше эту старую жизнь я ее отказываюсь я ее топлю сейчас и я стою новым творением где господь просто берет меня как свое дитя ну это окрещение как дома как у меня бизнесмены по всему миру не из турции бизнесмен у меня из греции везде да я не могу каждому поехать и каждого крестить но дело не во мне дело в том что дух святой туда идет святой это делает вот и освещение воды также может произойти как твою исцеление тела и господь не показал на или ты можешь делать это по компьютеру я буду там он должен сказать это если человек это делает от себя то я не верю что это работает но есть этот человек получил от господа что да я подтвержу это своими исцелениями я подтвержу это своими знамениями я подтвержу это своими чудесами тогда ты можешь как как пророк божий как человек божий эти вещи делать вот и я вижу он подтверждает он реально это подтверждает что он может это делать вот так в таком формате вот потому что мы делаем духовные вещи мы не делаем интересные вещи. Мы делаем духовные вещи, а духовные они невидимые. Но это не значит, что это не работает. Я бы сама на это никогда не пошла. Но когда я поняла от Господа, что я могу реально в этом формате это делать, потому что Он хочет, чтобы Его дети погружались в святость, я просто начала это делать по Его желанию. А я буду молиться за воду и за Эль. И ты погрузишься в эту воду и произнесёшь молитву, которую я тебе скажу. Самое главное это признание того, что, да, Господь, я прожил неправильную жизнь, потому что я не знал Тебя. А сейчас я хочу прожить основную жизнь свою правильно. И вот это признание это делает, а не то, что я там стою, или ещё там что-то. Вот именно открытое сердце. Да, пап, я верю. Я верю тому человеку, который ты мне послал. Видишь, Иисуса тоже мог любой искупать, но не любой его искупал. Отец привёл его именно к этому пророку. Ясно. Понимаешь? Да? Он привёл его к пророку. Вот. Он не привёл его кому-то, просто какому-то боговерующему, да, к религиознику какому-то или к какой-то церкви. Нет, он туда его не привёл. Он привёл его к своему человеку, к своему пророку. Вот так Господь приводит вас к своему человеку, к своему пророку. Не просто куда-то, а к своему человеку вот и вы таким образом можете получать в таком формате ты без очков я смогу да ну вот читать не очень описать запросто а было раньше как ну всегда одевала но исцеление короче очки сняли но он мне врач сказал я вообще целый день должна носить очки на меня еще закричал у вас высокое давление и вы без очков вам целый день надо ходить в очках я все вижу и одеваю только когда варим чтоб все рассмотреть слава иисус слава иисус не пошла брать никакого давления у тебя все прекрасно послушай господь не последний раз показал что я буду за воду и завели молиться я расскажу тебе одну историю чтобы ты понимала что такое вода 2000 на семнадцатом или восемнадцатом году я теперь уже не помню господь послал меня в париж он послал меня в париж на служение одного очень великого служителя он уже умер его уже нет с нами и это служитель он использовал воду от господа он заряжал воду настолько сильно с господом что если он брызгал немножко на человека человек вставал с коляски исцелялся и знаешь ну я до последнего не могла представить как это может выглядеть все но когда господь меня повел туда мы сидим на первые ряды и показал мне как это вообще работает меня тоже брызгали кстати этой водичкой у меня даже есть пуловер который я носила я его не стираю вообще потому что я знаю это вот пуловер мой святой пуловер потому что в ней меня как раз таки брызгали этой водичкой и я увидела как 5000 человек были освобождены и исцелены 5000 человек там зале было где-то две с половиной и еще весь коридор был забит людьми и они просто подходили вот так вот водичкой брызгали нам где болела колено они брызгали там там допустим и здесь что-то там в этом груди что-то они туда брызгали демоны духи они выходили из них моментально люди вставали с колясок бросали дыхательные аппараты тут же выбегали на сцену кричали спасибо за исцеление но знаешь если бы это пять человек осцелился я бы сказала наверное подсадные утки но я своими глазами видела как с 10 утра и до часу ночи люди исцелялись 5000 человек я сидела и просто видела как иисус христос по залу ходил вот я представляла себе как он 2000 лет тому назад подходил к людям и исцелял их вот таким образом это такая сила была и такое могущество и господь не недавно сказал ты будешь молиться за воду вода это то что попадает в наш организм вода она откликается на имя иисуса христа а так дух божий рамки через меня я благословляю эту воду или масло да оливковое происходит что изменение воды внутри изменение этого масла и это происходит только через дух божий святость приходит в этом в этот продукт и господь мне проговорил и сказал или ты будешь молиться за воду и я буду действовать через воду я буду исцелять людей через воду я буду обогащать людей через воду освобождать людей через воду это то что я видела в париже а вот и и я буду конечно действовать через священное масло это или и ты будешь получать вот поэтому я не знаю что есть лучше когда господь вот таким образом действует пей водичку и шин да все буду делать видео получишь спасибо тебе за доверие спасибо что ты веришь господу не что ты нам даешь возможность прославлять господа дело не во мне дело в его работе за завершенной работе иисуса христа 2000 лет тому назад а